Тагучинский район может стать главным переработчиком льна и технической конопли в стране. Там планируют возродить выращивание и переработку лубиных культур. Все это необходимо для увеличения мощности местного завода, который изготавливает утеплитель для деревянных домов. Как устроено производство и с какими сложностями сталкивается предприятие, узнала Алена Кузина. Работа в цехе не останавливается ни на секунду. Продукцию изготавливают, нарезают, упаковывают и отгружают магазином. За процессом следит Валерий Некрасов, мастер производства. О том, как работать с лубиными культурами, узнал еще в юном возрасте. Его родители трудились на Тагучинском льнозаводе. Пробовал разные профессии, однако нашел себя в ремесле, которым занимались папа и мама. Нравится в производстве работать. Привык, наверное, то, что с детства сталкивался с ольном. Не бывает такого, что мы прям простаиваем. Работа всегда есть, особенно в летний период, очень сильно загружена. Предприятие небольшое. Три цеха, 21 специалист. При этом на территории Сибири у завода нет конкурентов среди производителей. В прошлом году произвели и реализовали 600 тысяч квадратных метров утеплителя. Утеплитель из льна не только экологически чистый, но и самый надежный. Не подвергается гниению и может прослужить до 100 лет. Материал покупают не только в области, но и в ближайших регионах. Основная проблема – нехватка сырья. Нет семян, площадей для посадки, да и аграрии не знают, куда девать урожай. Вот сейчас у нас и стоит задача на 2024 год. Это максимально взаимодействовать с фермерами Тогучинского района, ближайший здесь Машковский район, которым мы предоставим семенной материал. Они посеют и также мы предоставляем, возможно, технику для уборки этого материала. Ну, уже получившиеся тристы, соломы. И мы выкупаем, конечно же. На сегодня это единственный завод по переработке льна и конопли. В 2024 предприятия планируют увеличить мощности и построить новый цех. Значит, появятся дополнительные рабочие места. Решить вопрос с земельным участком помог Минпромторг региона. В планах увеличить площадь посевных до 4000 гектаров, запустить новые линии производства, расширить рынок сбыта, поставлять продукцию в Китай и Индию. А это прямой путь к тому, что Тогучинский район может стать главным переработчиком льна и технической конопли в стране. Алена Кузина, Александр Ведерников. Новости ОТС.